Всем привет, ребят, Саня, как всегда, Лазер, ну и кто смотрел прошлую серию по РПшке, то знает, что мы попали с Александейсом в такую непредвиденную беду, что я просто, блин, каким-то образом у меня заклинила руль на BMW M4, которую мне подарил Лактор. Ну и, собственно говоря, я вмазался и перевернулся. Короче, Бэха там вообще полностью смялась, она сейчас стоит в гараже, где её чинят. Ну и, ребят, собственно говоря, поэтому сейчас я взял свою старенькую BMW M5, которая очень долго у меня стояла в гараже, я даже на ней как-то, ну, в основном и не ездил долго, поэтому я не привык ещё к, ну, ну, не привык к таким габаритам, собственно говоря, такой старой машины. Поэтому, ребят, ну, в принципе, уже прошло дня 4 или 5 с момента той аварии с Александейсом, поэтому сейчас машину должны восстановить в гараже, в общем, сейчас поедем проверим. Так, ребят, это гараж, то есть Тасимова, тут работают лучше специалисты, и смотрите, как они быстро сделали мне машину, то есть она, ну, практически, ну, смотрите, реально, вот спереди было смято, то есть по бокам было смято, со всех боков и даже сзади, скорее всего, было смято, но машину полностью восстановили буквально за 4 или 5 дней. Ну, и, собственно говоря, перебили вот эти шильдики с инстаграмом Лактора, потому что я давно их не мог перебить. Ну, и, собственно говоря, самая важная деталь вообще, это добавили номера, наконец-то я делал белорусские номера, потому что на украинских, ну, Лактор вообще отдал машину на украинских, и вот только сейчас, спустя неделю, я смог поставить номера. Ну, и, собственно говоря, тут тоже шильдики Лазер. Кстати, номера 4-4, наверное, вы сейчас подумаете, как у А4, но нет, это потому что BMW M4, две буквы M, типа, это M-версия, ну, и, собственно говоря, семерка в конце, это регион. Ну, и, собственно говоря, давайте тогда, ну, посмотрим еще, в принципе, все нормально, ну, и давайте тогда немножко прокатимся. Так, выезжаем аккуратненько, блин, капец, как они сюда загоняли, у меня вопрос на эвакуаторе, хотя, в принципе, можно загнать. Ну, что ж, наконец-то, бэха полностью моя, на моих номерах зарегистрирована на меня, теперь Лактор может не волноваться, что штрафы будут приходить ему, ну, ладно. Так, ладно, давайте сейчас немножко тогда на ней прокатимся. Так, ребят, я тут немножко покатался, вот заехал на АЗС, короче, заправил машину, потому что тут было не так много бензо, ну, и вообще, посмотрите, вот, подсолнечный, светом какая-то красивая бэха, как они ее хорошо восстановили, тут, как будто она, ну, даже не была в аварии, еще плюс мои номера с четверочками так идеально смотрятся, так. Ну, собственно говоря, вот такая машинка вообще идеальная, и так желтый цвет идет, вот это я, блин, понимаю, тем более она вообще вся из карбона, специально облегченная. Давайте тогда, наверное, залезем в салончик, ну, и там, короче, посмотрим. Да, ребят, смотрите, я не ошибся, тут Лактор, короче, говорил, что тюнил машину, поэтому, видите, вот эти карбоновые вставки, это карбоновый двигатель, двери, чтобы машину саму облегчить. Так, ребят, давайте тогда немножко покатаемся, машина вообще для чего облегчалась? Для того, чтобы она заходила лучше в дрифт, если машина тяжелая, то дрифт получится не такой бога, как, ну, вообще, может получиться. Так, давайте, ух, нема. Не, ну, я, ребят, если честно, еще не так много катался на этой бэхе, поэтому еще как-то, ну, к ней не привык. Но, блин, думаю, будет скоро получаться. Давайте тогда поедем нередко к моему второму дому, там покатаемся. Так, короче, я тут еду, блин. В принципе, вот на дрифт моде на ней никуда не уедешь, кроме говоря. Ну, дрифт мод, в принципе, только чтобы подрифтить. Ну, блин, что-то не вмазался, ё-моё. Так, я подъехал, короче, к дому, сейчас заберу тут свои документы. Я живу, в принципе, в другой хате пока что. Здесь квартира просто пустует, ну, потому что мне там захотелось немного пожить, в моей старой. Что ж, ребят, я взял, короче, документы, сел в тачку. В принципе-то, можно отправляться дальше кататься. Взял там бумаги некоторые надо были для, ну, предоставить в милицию, что это именно моя уже бэха, потому что до сих пор бумаги там какие-то не отдал. Ну, что ж, тогда давайте ещё немножко на ней прокатимся. Я ещё не привык к этому дрифт моду, ё-моё. Так, я тут езжу, блин, вообще прямо. Ну, на дрифт моде, скорее всего, надо на специальных таких площадках дрифтить, потому что, ну, как я вижу, ё-моё, чуть в преграду не вмазался. Давайте здесь попробуем. Ух, ё-моё, ё-моё меня закрутило. Так, блин, где это? А, блин, да, да что ж такое, не могу включить передачу заднюю. Блин, это ручник, а, да, вот всё. Так, ну, блин, надо, конечно, привыкать. Здесь очень жёсткий такой дрифт мод, но я думаю, надо тут резину, во-первых, поменять. Уже слишком лысая, слишком продрифтила. Ну, и, собственно говоря, потом машина будет просто идеальная, мне кажется, на новой резине. Так, ребят, я тут, короче, дрифчу, думаю, сейчас заеду похавать, давайте сейчас как-нибудь попробуем эпично заехать, вот так, сюда припарковаться. Ох, ё-моё, ё-моё, сейчас зайду, я-моё, я красиво припарковался, вы это видели, как я зарулил прямо сюда? Так, бампером ничего вроде не зацепил. Сейчас, короче, я зайду в Старбукс Кофе, попью кофеёчка там, ну, и, в принципе, давайте тогда заканчивать серию. Напишите ещё в комменты, как вы мои новые номера. Да, конечно, смахивает на 4, но, блин, это BMW M4, и нужны такие номера, поэтому никак, ребят. Ну, и, собственно говоря, давайте тогда заканчивать серию. С вами был, как всегда, Лазер. Всем удачи, ребят, всем пока-пока. С вами был, как всегда.